Всем привет! За окном жаркое лето. И, как мне кажется, ни одна хозяйка не хочет стоять и жариться у плиты или у горячей духовки. Но в то же время хочет побаловать свою семью ароматным вкусным блюдом. И такой рецепт у меня для вас есть. И это рецепт приготовления куриного филе. Как говорится, всем все давно известно, но не все произнесли вслух. Я имею ввиду то, что рецептов с куриным филе на просторах интернета великое множество. Но сегодня я предлагаю вам приготовить свою версию куриного филе в бумаге на сковороде. Мы не будем включать духовку, мы будем приготовить эту курицу на сковороде. Нам потребуется куриное филе, 1 картофель, 1 средняя луковица, морковь. Я взяла 2 мелких помидорки, 2 мини перчика сладких, 1 оливковое масло, но вы можете взять любое, как у вас есть. Классический соус соевый, это для приготовления заправки. И я сегодня взяла смесь кавказских трав. Для этого все ингредиенты надо подготовить. Курицу я нарезала кубиками, лук полукольцами, ну может даже четверть колец, картошку с соломкой, морковку с соломкой, перчик и помидоры. Также нарезала не очень крупно. Все ингредиенты подготовлены, необходимо приготовить заправку. Нам потребуется оливковое масло, соевый соус в равных количествах и немножко приправы. Берите любую, но как я сказала, у меня сегодня будет смесь кавказских трав. Просто берем и насыпаем. Есть по вкусу. Все тщательно перемешиваем, добиваемся однородности. И вот заправка у нас готова. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в одну емкость. Тщательно все перемешиваем и заправляем подготовленным соусом, заправкой. Все можно перекладывать на бумагу. Я поделила всю курицу, точнее всю смесь, на несколько частей. У меня получилось сегодня. Я на три части поделила. Это зависит от того, какие у вас овощи, какого размера. Выкладываем на бумагу. Немножко притапкиваем наш пирожок. И заворачиваем. Лучше вот так, в такой форме. Двух концов перематываем, чтобы сок не напитал. Можно и побольше ложить, но я хочу, чтобы портки были небольшие. Вот, немножко прижимаем. И для надежности можно еще с двух сторон, у меня есть такая лента от рукава для загибания, можно еще и перевязать. Но это не обязательно. Если вы тщательно перемотаетесь с двух сторон, то вам нет необходимости дополнительно скреплять эти концы. Но я все-таки хочу это завязать. Вот таким образом будет более надежно. Но я готовила уже такую курицу. Она у меня получается, и она не вытекала. Но вдруг, если у вас нет, то не переживайте. Можно обойтись и без этого. Подготовленную смесь выкладываем в сковороду. Одновременно можно пожарить два подготовленных пакетика. Аккуратно выкладываем. Включаем плиту. И сразу ставим на средний огонь. Накрываем крышкой. Вот вам еще один лайфхак. Крышку я обернула изнутри с фольгой. Для того, чтобы готовилась быстрее. И крышка будет у нас чистая. Оставляем готовить нашу курицу в течение 15 минут. Прошло 15 минут. Выключаем свой таймер. Посмотрите, что у нас получилось. Вот. Крышка вся чистенькая. И сейчас осталось только перевернуть. Я перевернула на другую сторону. Вот посмотрите, видно, что часть уже приготовлена. А еще часть осталась. Мы продолжаем готовить. Накрываем крышкой. И так же жарим еще 15 минут. Прошло 15 минут. Очередных 15 минут. И вот что у нас получается. Ну, я вижу, немножко вытекло, видимо, потому что я здесь плохо затянула. Все-таки надо сильнее затягивать. Теперь просто перекладываем нашу подготовленную курицу на блюдо. Обрежем с двух сторон кончики. И можно будет подавать уже курицу. Посмотрите, как хорошо получилась эта курица с картошкой, с овощами, с морковкой. Можно подать прямо на бумаге. Я просто обрезала края, завернула концы. И получилась такая оригинальная подача. Курица приготовилась идеально. Овощи приготовились просто идеально. Аромат стоит необыкновенно от этого блюда. Так что готовьте, попробуйте. Может быть, вам понравится. Все ингредиенты я укажу в описании под видео. И в первом закрепленном комментарии. Всем приятного аппетита. И новых вкусных рецептов.